Третье, их мнение. Их мнение. Ну, во-первых, то, что они правы. Их мнение. Что они правы. Что вы не очень умны или уравновешены. Да, что они правы. А вы не очень умны или уравновешены. Что они обладают властью над нами, которую мы признаем. Это их мнение. Что они обладают властью над нами, которую мы признаем. Что мы обязаны доказывать им, что если мы не сможем убедить их, тогда мы не правы. Что они обладают властью над нами, которую мы признаем. Так же, что мы обязаны доказывать им. И если мы не сможем убедить их, то тогда мы не правы. Мы обязаны доказывать им, что если мы не сможем убедить их, то тогда мы не правы. Их цель такая же, как и в принципе любой другой оппозиции. Это заставить нас перестать верить и заставить нас перестать свидетельствовать. Их цель заставить нас перестать верить и заставить перестать нас свидетельствовать. Да. Я скажу вам, что иногда антимиссионерские группировки имеют успех тоже. Не просто даже верующие, но даже такие служители переставали следовать за Ишуа и переходили в синагогу. Они тоже имеют успех в своем деле, к сожалению. Спасибо. Американец, он был успешным миссионером и он общался с антимиссионерами, он был нацелен на то, что как бы переубедить их. В итоге закончилось тем, что вдруг он стал частью синагоги. А вот здесь в Одессе из одной миссианской общины сестра перешла в синагогу и увела за собой большую группу людей, будучи много лет верующими. Поэтому нужно быть внимательным в этом. Это, знаете, очень на самом деле тонкая грань. Поэтому Писание предупреждает нас, что если ты думаешь, что ты стоишь, для того, чтобы мы бодрствовали, понимаете? И если когда-то появляется какое-то сомнение, то помните, о чем мы говорили? Нужно молиться, нужно быть в кругу верующих. Общаться с верующими, а не наоборот, где-то там отрезаться и быть самому по себе. Их мишени. Мы уже часть затрагивали этого, поэтому я просто напомню. Если вы хотите, вы что-то себе отметите еще. Ну, во-первых, их мишень – это Новый Завет. И они часто говорят, что он просто недостоин доверия, потому что он в себе содержит противоречия. Также они говорят, что некоторые отрывки из Писания, они просто имеют неправильный перевод. Например, Псалом 21. Или Исайя 7.14. Мы верим, что это конкретные мессианские пророчества. Они утверждают, что это просто неправильный перевод. Псалом 21 и Исайя 7.14. Также они делают акцент на том, что авторы Нового Завета использовали отрывки и пророчества Ветхого Завета, утверждают, что это было сделано вне контекста. Например, отрывок Осия 11, стих 1. У них есть альтернативная интерпретация Исайя 53 главы. По поводу того, что речь идет не о страдающем мессии, а о народе израильском. Также они бьют по истории христианства и об антисемитизме со стороны церкви. Их мишенью является христианское богословие. Особенно, знаете, для них является таким, как красная тряпка или красным флажком. Это та же теория, которая не нравится и нам. Теория замещения. Что якобы церковь заменила Израиль, как избранный народ. И они так говорят. Вы, христиане, верите в то, что Бог отверг евреев. На что есть хороший ответ. Само Писание говорит, Новый Завет говорит, что Бог не отверг евреев. Послание к римлянам. Также неприятное богословие в их понимании. Тоже можно взять в кавычки неприятное богословие. Поэтому оно ошибочное. А неприятное богословие, знаете, это что? Это если вы не примиритесь с Богом через Мессию Ишуа, то ваша участь в озере Огненном. Это неприятное богословие. Поэтому многие его считают ошибочным. Также их мишенью является сам Ишуа. И апостол Павел. Сегодня, знаете, эта сторона немножко изменилась в отношении Ишуа. Раньше вообще просто утверждалось, что такой личности, как Ишуа, его просто не существовало. Это вообще миф, выдумка, придуманная там кем-то. Но сегодня это мнение уже очень кардинально изменилось в еврейских кругах, потому что сегодня уже как-то это стало невозможным просто, ну вот так просто брать и говорить, что его не было. Поэтому это мнение потихонечку меняется. Ну, до сих пор существуют люди, которые утверждают среди евреев, что вообще Ишуа не было. И также вы знаете, оскорбительное имя, которое произносят в адрес Ишуа, да, говорят Ешу. 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 Это абиатура слов, говорящих о том, да будет вычеркнуто имя Твое из книги жизни. И я скажу вам, что в Израиле это одна из проблем сегодня свидетельствования. Когда вы начинаете говорить с людьми об Ишуа, то многие не знают вообще, о чем речь идет. Или сразу переключаются и говорят, а, вы говорите об Ишу. Ешу, да. Ешу, Ишу, ну, в общем, смысл такой. Не Ишуа. И если вы разговариваете с кем-нибудь из евреев, и он вместо Ишуа говорит Ешу, вы поправляйте и объясняйте ему, что это неправильно. Вы должны об этом знать. Иногда они даже говорят, что сам Ишуа был хорошим фарисеем. Но Павел, он просто исковеркал все его учения, исковеркал его все посланничество, и в результате чего именно Павел создал христианство. Это очень частое такое утверждение среди еврейского общества. В итоге вы говорите об Ишуа, и они принимают его, да, говорят, да. Действительно, это был пророк, некоторые даже соглашаются с этим. Он был хорошим учителем, он был известным учителем, но Павел исковеркал его учения. И Павел принес христианство. То есть нападка может перейти в другую сторону. И это утверждение сегодня живет во многих умах евреев. Следующей их мишенью это можете быть вы сами. Мы тоже уже об этом говорили, но я хочу просто напомнить, чтобы вы не забыли. Потому что вам нельзя доверять, так как вы недостаточно разумны. И обычное, знаете, это обвинение, я уже говорил, да, это каков уровень вашего образования. Как вы можете рассуждать вообще о еврейской религии. Вы что, учили себя в Яшиве, вы проводили занятия с Рэбэ, вы что-нибудь знаете вообще из истории и так далее. То есть какое у вас образование. Это чаще всего, знаете, используется такой метод. Для того, чтобы вас, как бы, знаете, приземлить, да, и как бы сказать, что то, что вы говорите, это вообще полная ересь. Также они бьют на вашу честность. Это вопрос, вы еврей, а ваша мама еврейка, а ваш папа еврей и так далее. То есть все упирается в это. Вам не обязательно на это отвечать. Помните, я говорил, что не на все надо отвечать. Важный принцип, важный принцип, это не лгать. То есть вы не обязаны отвечать, но важно не обманывать. Это важный принцип. Вы должны быть честны. Также они могут бить на вашу искренность. Мы говорили уже, помните, да. Если вы действительно верите, то, например, дайте мне свой кошелек или там сделайте для меня что-нибудь, или еще каким-то образом, то есть в таком роде. Но могут бить на вашу преданность. Это касается отношений с вашими родственниками. Ваша мама знает, что вы занимаетесь этим? Я помню, это было классически. Знаете, в Харькове я стоял недалеко от синагоги, возле метро, и поднималась группа молодых людей, евреев. И они ко мне так раз так сразу такие, мол, они мне такие раз таки сразу, вы еврей, я говорю, это имеет какое-то отношение. Ну вот я вижу, ваша мама дала вам карие глаза. А, там началось, знаете, такое-то вот. Ну как ваша мама смотрит на это дело, что вы, евреи, занимаетесь таким этим делом? Ну и пошла волна такая, знаете. Да, да. Ну и в общем вот в таком плане, знаете. То есть для того, чтобы как-то меня, знаете, вот, чтобы я устыдился, устыдился, что я такое вообще делаю? Вот. Вот в таком плане, да. Вот. И знаете, и так интересно. Ну, обычно я как бы вот, ну, вот в эти дискуссии не вступаю. Я могу засвидетельствовать людям, предложить им, может быть, литературу и так далее. А тут я почему-то на него посмотрел и говорю, а ваша мама еврейка? Ну, как бы ихними же словами. Он мне не спросил за маму. Он сам как бы решил, что у меня мама еврейка, и папа еврей, и глаза у меня карие, и все остальное. Я же не ответил на его вопрос. И я говорю, а ваша мама вообще еврейка? Он такой, да. Я говорю, а папа? Он такой раз растерялся. Я говорю, а папа не еврей, да? И он такой, паник такой, паник такой. Вот. Я говорю, видишь, я говорю, я говорю, тебе надо подумать. Я говорю, правильно ли ты вообще поступаешь или нет? И он такой что-то стал топтаться на месте, знаете, такой. Вот. Да. Итак. Ваша стабильность. То есть, ну, их, это вы, вы. На что их мишень? Ваша стабильность. Ну, помните, я говорил уже, да, что вы не были эмоционально готовы сделать правильный выбор, когда вы приняли решение следовать за Ишо. То есть, у вас был, наверное, эмоциональный взрыв какой-то, надлом и так далее. То есть, поэтому, у вас были проблемы, поэтому вы верите, поэтому вы последовали за ним. То есть, если бы у вас было всё в порядке, то вы бы этого решения не приняли бы. Седьмой пункт. Мы должны с вами просто обратить внимание на самом деле, куда они бьют, и в чём мы можем быть уязвимы. В каких случаях мы будем в действительности уязвимы? Ну, во-первых, это гордость. Гордость. И оно заключено и выражается в том, что мы хотим, чтобы люди думали, что мы умны, образованы и достойны доверия. Мы можем быть, мы, как посланники. Нет. Мы можем быть уязвимы. Мы в действительности можем быть уязвимы, когда на нас, вот, ну, скажем, нападает оппозиция, да, мы встречаемся с оппозицией. Мы можем быть уязвимы в том случае, когда восстаёт наша гордость. Понимаете, да? Гордость. И результат гордости – это то, что в действительности мы хотим, чтобы люди, знаете, уважали нас. Чтобы люди думали, что мы умны. Ну, каждому приятно, правда? Или только мне приятно, когда люди думают, что я умный. Понял. Когда люди думают, что я красив собой и так далее. Понимаете? Это на самом деле просто элементарная гордость, которая есть у каждого из нас. И нам неприятно. Мы уязвимы в этот момент, когда мы, знаете, ну, соглашаемся с нашей гордостью, да, и особо переживаем по поводу того, что о нас подумают другие. Как нас воспринимают другие. Мы уязвимы тогда, когда мы действительно чувствуем себя виновными из-за той боли, которую мы причиняем нашей верой, окружающим нас люди. Понятно я объяснил, да? Еще раз. Мы уязвимы тогда, когда мы действительно чувствуем себя виновными из-за той боли, которую мы причиняем из-за нашей веры. Ну, потому что мы верим, да, кто-то из-за этого переносит какую-то боль. Например, наши родственники. Когда мы чувствуем себя виновными, что мы приносим боль из-за своей веры. Так, я проще скажу, может быть, вам тогда будет легче. Когда мы чувствуем себя виновными, что мы приносим боль каким-то, может быть, нашим родственникам, окружающим людям из-за нашей веры. Так же, знаете, мы уязвимы, когда мы боимся, что мы не можем ответить на вдруг поставленный какой-то нам вопрос. Очень часто я встречаюсь с братьями и сестрами, которые говорят, я не могу свидетельствовать по той причине, что я боюсь, что я не отвечу на какой-то вопрос, который мне зададут. Да? То есть причина в чем на самом деле? Опять же, да, можно сказать, что в гордости. Поэтому я вам говорю, что если вы вдруг не знаете ответ на какой-то вопрос, вы можете просто сказать, что я не знаю, да, я не знаю ответ на этот вопрос, но если вам интересно, я могу узнать, и мы можем поговорить еще раз. Это раз. Второе, в конце концов, не обязательно отвечать на каждый вопрос, а нужно говорить то, что важно. И еще мы уязвимы, знаете, каждый из нас инстинктивно хочет быть защищенным в том смысле, чтобы нас принимали, чтобы мы были приняты другими людьми, чтобы мы не были отвергнутыми. Ну, кому нравится быть отвергнутым? Ну, никому не нравится, правда? Но я скажу вам, что как еврей, верующий в Иисуса, да, я очень часто отвергнут, бываю со стороны еврейских людей, потому что они, ну, не принимают меня как еврея иногда, да, потому что они говорят, ты перестал быть евреем, когда ты уверовал в Иисуса. Поговорим теперь о нашей реакции на все это дело. Наша реакция. Я думаю, что это не является... Вопрос был задан, если Рэба не еврей в какое-то общение, что это преткновение для евреев. Это не преткновение. Знаете, когда люди уже уверовали, никаких преткновений нет. Значит, наша реакция. Во-первых, вы должны помнить, что не надо себя защищать, оправдывать и особо давать какие-то там объяснения, знаете. Даже иногда говорят, да, что если вы правы, зачем вы себя оправдываете. Чаще всего себя люди начинают оправдывать тогда, когда они неправы, да, когда они что-то сделали неправильное, и они чаще всего начинают искать для себя, в первую очередь, оправдание. Вот. Поэтому нет необходимости в том, чтобы защищаться, объяснять что-то там или оправдываться. Не надо ни себя защищать, и не надо Евангелие защищать. Евангелие не нуждается в том, чтобы его защищали. Евангелие нуждается только в том, чтобы его провозглашали. Да. Второе, не отвечайте. Не отвечать. Не отвечать. Например, вам задают какой-либо там вопрос, знаете, такой направленный вот против там Ишуа, да, или что-нибудь такого рода, вот как бы, который вопрос, ну, провокационный, да. Вы в ответ не не начинаете оправдываться, защищать и так далее, а наоборот, задайте сами вопрос человеку. Спросите его, например, а почему вы ненавидите Иисуса? Всегда лучше задать вопрос, пусть человек отвечает на вопрос, да. По какой причине, то есть он, он ненавидит Иисуса? В чем проблема? Или спросите человека, почему вы боитесь для себя открыть то, что я прав? или позволить другим услышать то, что я говорю? Почему вы боитесь открыть для себя то, что я прав? Или позволить другим услышать то, что я говорю? Ну, чтобы человек даже для себя ответил, зачем он еще это делает, какой смысл в этом? Почему вы боитесь открыть для себя то, что я прав? Или позволить другим услышать то, что я говорю? Помните прекрасную историю о Гедеоне? Шестая глава книги Судей. Когда он сидит о щиле и выбивает там зерно, помните? И когда приходит ангел, он ему задает вопрос, где же Бог, который вывел народ израильский из Египта? Что это был за вопрос? Это был искренний вопрос или нет? Я скажу вам, это был искренний вопрос. В данном случае Гедеон не пытался запрятаться от Бога этим вопросом. В данном случае это был искренний вопрос, потому что в действительности он хотел понять. Он слышал неоднократно о том, что Бог вывел народ израильский из Египта, столько вывел чудес и так далее, а сейчас снова народ израильский находится под рабством этим медиэтян. И он хотел понять, где же Бог? Бог? Это был искренний вопрос, в чем проблема? Его интересовал вопрос, в чем проблема? Почему Бог сегодня не с нами? Но часто вопрос, который задается, ну а как же Холокост, где же Бог? Вот как же Холокост? Вот вы говорите, что Бог есть, да? А как же то произошло? А как же это произошло? Это тот же самый вопрос, который задал Гедеон, только Гедеон задал искренне этот вопрос, потому что он хотел на самом деле знать ответ на него. А чаще всего люди используют этот вопрос для того, чтобы наоборот, сразу сказать, что Бога нет, потому что произошло то-то и то-то и то-то. В этом разница, понимаете? Также наша реакция должна заключаться в том, что мы не должны принимать их авторитет. Не принимайте их авторитет. Не прекращайте делать то, что вы делаете. Продолжайте свидетельствовать. Не спорьте, не спорьте. Иногда лучше, знаете, даже вообще проигнорировать весь разговор. Но если вы видите, что вы столкнулись, а знаете, как со стеной, то вместо того, чтобы вступать в какой-то спор, лучше просто вообще проигнорировать этот разговор. помните, мы сегодня смотрели, когда Миша разговаривал с человеком, который стал говорить, что он сатанист и так далее. Он ему несколько раз сказал Евангелие, да, в результате он ему сказал, что вы просто обмануты, и проигнорировал дальнейший разговор. Просто повернулся и продолжил раздавать дальше, ну, литературу, дальше свидетельствовать людям. И тот человек попытался еще что-то ему в таком духе сказать и повернулся и ушел просто. То есть потому, что было видно, что не было смысла больше говорить с этим человеком. Не выказывайте страха или того, что вас напугали. не выказывайте страха или того, что вас напугали. Еще мы отметим три главных момента здесь же насчет нашей реакции. Обращайте внимание на вопрос Иисуса. Мессия Он или нет? Обращайте внимание на вопрос Иисуса. Мессия Он или нет? Вы знаете, все разговоры, которые могут там вестись, можно просто привести к тому, что сказать, давайте лучше выясним важный вопрос. Прав я или нет? Истина то, что я говорю или нет? Истина ли то, что Иисус есть Мессия? Вот в этом надо разобраться на самом деле. И если я прав, Иисус Мессия, то для вас есть очень важный шаг, который вам нужно сделать. Я иногда людям говорю, но не говоря там, да ты ерунду говоришь и так далее, и так далее. хорошо, послушайте мне, даже если меня обманули, даже если я говорю ерунду, даже если как бы все это ересь полная, в результате чего я лишаюсь? ответа нет никакого, ничего. Я говорю, а теперь послушайте, если все-таки я прав, и то, во что я верю истина, и если вы не примете Ишуа как своего Господа и Спасителя, не покаетесь в своих грехах, не перемиритесь с Богом, то, что ожидает вас, вас ожидает вечная смерть, вечные мучения. И я думаю, это более серьезно, если я прав, и то, что я говорю истинно, чем то, что если я вдруг ошибаюсь. Поэтому я думаю, что вам нужно более, ну, вам более важно задуматься над тем, о чем говорю я, чем даже мне, правда это или нет. Провозглашайте Евангелие. Ну, это там же три главных момента, да? Провозглашайте Евангелие. То есть продолжайте провозглашать Евангелие. Если вы увидите, что человек открыт, то предложите ему покаяться. Вот. Если нет, то предложите ему выслать литературу. И последнее, просто прекратите разговор. Продолжайте раздавать литературу. Если они, такое заглавие пункта, если они попытаются украсть у вас литературу, ну, начнут вырывать, рекомендую вам просто начать кричать вор, я уже вам об этом говорил. И обычно люди тут же моментально, знаете, отходят от вас, бросают все это дело и поворачиваются и уходят. Если как бы вы видите, что уже так действительно к вам пристрастились, там, прихватились за литературу и пытаются у вас ее серьезно вырвать. просто кричите вор. Если вас ударят, кричите этот человек нападает на меня, потому что я еврей или не еврей, потому что я люблю Иисуса. Я расскажу вам один пример возле привоза. Короче, там все время они утверждают, что это частная территория, но это неправда. Потому что тротуар не может быть частной территорией, понимаете? И там охранники они постоянно пытаются вас выставить оттуда. И это вот, я стоял, раздавал, они подходили один раз, другой раз, короче, они мне сказали, все, мы поняли, что ты идиот, что ты ничего не понимаешь, мы сейчас просто тебя, говорит, возьмем за руки и выкинем отсюда. Я проигнорировал это дело, они действительно меня вдвоем подошли, взяли под ручки, вот, я стал кричать, я стал кричать, люди на меня нападают, потому что я еврей и верю в Иисуса. Они тут же меня поставили и сказали, надо вызвать 0,3, ему нужна больница просто, и повернулись, а ушли. Поэтому, знаете, это иногда помогает. видеозаписи нету. Ценная была видеозапись письма. А вот. Хотел бы посмотреть, как это происходит у нас с людьми. Следующий пункт. Если они начнут говорить против вас прохожим, если они начнут говорить против вас прохожим. Знаете, здесь можно поступить двумя путями. Можно просто сказать в ответ даже, знаете, люди, посмотрите, это человек фанатик. и он выступает против Иисуса. Можно поступить по-другому. Можно сказать о том, что вслух, так же самое, что привлечь внимание всех людей, вот он кричит, и вы можете так же самое вслух сказать, что он кричит по той причине, потому что он боится узнать истину. И провозгласите громко Евангелие на всю улицу, потому что это хорошее время, когда он уже внимание собрал всей публики. И вы в ответ можете как раз для всех провозгласить Евангелие, чтобы все послушали, зачем вы вообще там находитесь и что вы там делаете. он кричит по той причине, что он боится узнать истину. Истина, что Мессия и Иисус, вы скажите Евангелие, таким образом, знаете, вы приведете их к смущению, а это их самое слабое место, потому что обычно их желание это желание безопасности и чтобы их уважали. Сейчас мы еще поговорим о некоторых группах, людей, которые могут встречаться на сорте во время того, когда вы берете контакты. И вам хорошо знать некоторые виды людей, потому что эти люди характерно поступают одинаково и они выходят для того, чтобы появляться рядом с вами у них одна цель. Это забрать ваше время. их одна цель забрать ваше время. и так знаю, значит послушайте я думаю на самом деле что очень мало смешного потому что эта бабулька реально держимая вот. Итак, значит вы встретитесь с некоторыми людьми, которые в действительности не дадут вам никакой информации, заберут просто ваше время и вы будете в конце концов даже разочарованы после этого. Знаете, будете огорчены. Первая группа это лазутчики. Лазутчики. Ну понимаете, что можете их назвать как хотите, это в принципе мы дали им такие названия. Эти люди они делают вид, что интересуются или являются верующие, но на самом деле они хотят информацию, чтобы потом использовать ее против вас. И знаете, эти люди на самом деле очень искусно подходят. И они так к вам заезжают и так у вас просто узнают всю информацию, которая им не нужна и которую потом в действительности могут использовать каким-то образом против вас. Особенно если идет такое сильное противостояние, например, в городе, такая ситуация была в Кишиневе в 98-м году. Мы приехали туда, мы не были там зарегистрированы и благодаря епископу Пятидесятников, его фамилия Чиж, не знаю, есть он сейчас или нет там, как епископ, мы проводили там евангелизацию. и на протяжении мы там две недели должны были быть, мы были до конца все две недели, но первую неделю было более-менее так нормально, но вдруг стали появляться люди, которые подходили и все время говорили, что они верующие, и так далее, и они все пытались узнать, а как мы здесь оказались, а каким образом, и так далее, и так далее, и так далее. Короче, кто-то из наших людей все рассказал, и тут же нас стали отлавливать с отдела по делам религии. То есть закончилось чем? Пришла милиция, после того, когда кто-то из наших людей рассказал, как мы здесь оказались, на каком основании, и так далее, пришла милиция, задержала одного нашего чека, мне позвонили, пригласили, я возглавил эту организацию, пригласили меня на собеседование, в отдел по делам религии. Я пришел, мы поговорили, выяснилось в итоге, что ничего опять же нам предъявить не могут, потому что мы действительно находились на законном основании, мы были приглашены союзом пятидесятников туда, и сам отдел по религии дал на это разрешение, они дали разрешение на эту евангелизацию, и было просто приглашение, что нас пригласили в качестве гостей, для участия в этой евангелизации. И в итоге она сказала, ну все равно, знаете, здесь очень много таких уже появилось жалоб по отношению вас, со стороны православных жалуются, со стороны этих на вас жалуются, даже католики приходили на вас жалуются, вот, то есть вы должны как бы прекратить это дело. Мы одну неделю раздавали, начиналась вторая неделя, вот, и она пригласила этого человека, ну, епископа, тоже ему говорила о том, что мы должны прекратить, и так далее, и так далее, вот, и она говорит, ну я надеюсь, что вы завтра все прекратите, потому что я уезжаю в отпуск, и мы говорим спасибо за информацию, вот, и она, не знаю, видимо, действительно уехала в отпуск, и мы продолжили всю еще неделю раздавать на улицах, то есть никаких проблем больше мы не имели, ни от кого, вот, и причем сам пастор, он сказал, продолжайте раздавать, мы делаем все на законном основании, то есть то, что как бы они не хотят, это не говорит о том, что это нельзя, и мы раздавали еще всю неделю, то есть и было все, слава Богу, хорошо. Итак, поэтому будьте внимательны в отношении того, какую вы даете информацию, помните, я говорил вам, да, не давайте свою личную информацию, если человек хочет с вами пообщаться, пусть приходит в общину, дайте ему адрес общины, если у вас хотят взять интервью, то дайте опять же, либо телефон общины, куда могут позвонить, либо скажите, пусть свяжутся с вашим руководством, вот, либо с нашим руководством, тот, кто может ответственно подойти к этому вопросу, чтобы потом не использовали ваши слова, знаете, против. Мошенники, это следующая группа. Сюда могут подойти разные люди, и, знаете, они притворяются чаще всего, что они интересуются Евангелием, но на самом деле они заинтересованы вами. На разном основании, то есть, они могут быть заинтересованными вами. опять же, то есть, их интерес заключен в вас, поэтому они будут притворяться, что они интересуются Евангелем, но в результате, то есть, вы от них никакой действительности не получите ценной информации для того, чтобы вы могли им послужить. Следующая группа — это антагонисты. Антагонисты, антимиссионеры. Эта группа проявляет антагонизм по отношению к Евангелию. Антагонисты, да. И они ставят своей целью остановить либо переубедить вас. Остановить либо переубедить вас. Следующие, в кавычках, знатоки. Это люди, которым просто нравится видеть себя, говорящим что-либо. Знаете, и среди них могут быть даже верующие. Это люди, которые, знаете, они получают просто удовольствие от того, что они говорят. И кто-то их слушает. Вот. Да, они восхищаются или им нравится просто видеть себя говорящим что-либо. Вы им вопрос, что вы думаете об Иисусе? и они целую, знаете, такую вам лекцию по этому вопросу. Да. И вы опять вопрос какой-нибудь, и они вам и снова лекцию по этому поводу. И потом они начинают вам уже говорить о чем-нибудь другом. То есть, они будут вам говорить, говорить, и знаете, остановить очень сложно таких людей. и распрощаться с ними очень сложно, с такими людьми. Ну, это уже как бы в характере человека. Агитаторы. Агитаторы. Агитаторы это пятые вообще. Агитаторы. Они хотят навязать вам свою идею. Еще раз помните сегодня, как Миша разговаривал с этим парнем сатанистом. Помните, он ему сказал, а, я понял, вы просто агитаторы. Помните, да? Ну, этот парень сразу стал там агитировать, что он сатанист и так далее, что, ну, так вот он стал так это прямо утверждать это, знаете, таким образом, пропагандировать. И Миша на это сразу отреагировал. А, я вижу, вы агитатор, говорит. И сразу ему Евангелие повернулся и все, то есть закончил беседу тут же. Шестое это вредители. вредители. Это те, кто в действительности ничем серьезно не интересуется. Они просто хотят занять вас разговором, при этом сами вас слушать не будут. при этом сами вас слушать не будут. а вы увидите, вот по тем описаниям, которые мы вам дали, ну, которые я вам даю, да, то есть разговаривая с людьми, вы несколько раз поговорите, и вы сразу потом начнете понимать, кто из них кто. То есть не обязательно, знаете, помнить название, что вот этот человек такой-то, там, этот человек такой-то, вот, но вы будете понимать, что это те люди, с которыми нужно просто закончить разговор и продолжить заниматься тем делом, для которого вы туда пришли. Поэтому так себе и отметьте. Встречаясь с такими людьми, ваши действия, закончить разговор и продолжить свидетельствовать. с темой оппозиции мы на сегодня закончили. показать, перерыв, да? Хорошо.